Когда вы видите освещенную форму, именно тени помогают вашему сознанию понять, как выглядит форма. Поэтому один из самых важных этапов рендеринга формы – это правильное наложение тени. В этом видео я расскажу о резких и мягких границах тени и о том, как рисовать их в фотошопе. Пример, который я использую – это греческая статуя, но эта методика может применяться абсолютно на любую форму. Поэтому для начала давайте посмотрим на тень под ее скулой. Как видите, тень начинается с мягкого гладкого перехода от освещенной области в затененную. И затем, по мере того, как скула округляется и изменяется в пространстве, тень становится все темнее и темнее. В итоге, в самом низу виден резкий переход от самого темного участка к тени к освещенной области шеи. И это резкая граница падающей тени. Вот форма тени, которая сверху является мягкой, но по мере движения вниз начинает затемняться. И в итоге сменяется резкой и темной тенью. Как же нарисовать этот тон? Нужно учитывать, что у тени есть мягкая граница и резкая граница. Какую же кисть нужно использовать? Но нужно воспользоваться мягкой тенью. Вот я рисую под слоем с контуром лица. Я выбираю простой тон тени и начинаю рисовать большой, мягкой, круглой кистью. По мере движения вниз, тон становится все темнее и темнее. Затем мне нужно нарисовать резкую границу тени. И так как мягкая, круглая кисть не подходит для этой цели, я переключусь на ластик. На жесткий, круглый ластик. И затем сотру тень так, чтобы получилась резкая граница. Вы, в принципе, также можете воспользоваться маской, если вам так удобнее. Так у вас будет больше контроля над процессом. Вот тут, как вы видите, я придал тени две необходимые характеристики. Мягкую границу в начале и жесткую границу в конце. Тот же самый принцип я использую, немного увеличив изображение и переключившись на глаз модели. Давайте начнем с тени, отбрасываемой надбровной дугой. Она начинается с мягкой тени наверху и затем становится темнее и темнее по мере перехода в глазницу. И затем заканчивается резкой тенью. Поэтому я использую жесткий ластик, чтобы внизу создать резкую границу. И чтобы защитить свою работу, я создам новый слой. После этого перейду к веку. Тень формируется между бровью и складкой кожи. Внизу у нее резкая граница. Затем я создаю еще один новый слой и рисую мягкую границу и стираю тень, создавая резкую границу. Вот таким образом мы и создаем форму. Смотрите. Я немного перемотал запись и вы видите законченный вид рисунка. Как вы видите, один и тот же принцип используется для создания больших и малых форм. Давайте теперь посмотрим на тень, отбрасываемую носом. Как вы видите, вверху тень мягкая, внизу же ее граница становится резкой. Абсолютно тот же самый принцип работы. Верхняя губа, нижняя, подбородок. Тень везде одинаковая. И если посмотреть на фотографии и на объекты вокруг вас, вы увидите эту тень везде. Она начинается мягко и заканчивается резко. Я это понял, что если смотреть на тени таким образом, то я легче понимаю форму. И к тому же от этого улучшается мой навык наблюдательного рисования. Поэтому, когда вы в следующий раз будете изучать фото, примеры или рисовать с натуры, обратите внимание на мягкие и резкие границы тени. Спасибо. Спасибо. Спасибо.